Я же ему на беседе сказал про это, что отрицательные факты не доказываются, а он что-то такое ляпнул, что типа, ну это может в римском праве, а у нас типа... А у нас в бурлутском праве. Да, а у нас в бурлутском праве, любой может платить любому за электричество. Видишь, колхоз есть колхоз, а у нас в колхозе, вот здесь вот так вот будет. Без соблюдения закона просто об него ноги вытирают. Причем постоянно и везде, и на каждом шагу. Да, а это бандитская система, что демонстрируют судьи. Ответственность никто не взял. А не пошел, когда ты пошел, причем подальше, работают невежды, неучи, взял, нагадил, понимаешь, нагадил, ведь откровенно нагадил и спрятался, приказами он тут прикрывается. У него приказ почему-то отменяет нормы закона. Да он кто такой? Кто он такой? Какой-то генеральный директор Бузев. И он обязан оставить эту должность. Собрались, отчета там обсудили, разошлись. Все, достаточно. Ну вообще там две трети выкинул. Верить этому суду нельзя. Явно этот служебный подлог, фальсификация. Совершил служебный подлог. Кто тебе дал право? Непонятно, что мучит и непонятно, что блеет в судебном процессе. Непонятно, что он хочет сказать. А деньги за свое мучание и блеение получают в полном объеме. Так вы позанимайтесь с ним, чтобы он соответствовал должности-то. В каком колхозе его научили? Будем-то надо рассказывать. Судебная система разболтана, расшатана. Мне кажется, я начал понимать, почему они черные мантии носят. Почему? Вегры? Нет, у них... Я пришел к выводу, что у них ложь и подлог заменили честь и совесть. И у них по этому поводу траур. Судья вышел в белой мантии, говорит, у меня сегодня праздник. Смотрите, какой я правильный. Он хочет сам взывать плату, я ему отказал. Отрицание фактов не требует доказательств. Всем привет. Сегодня поговорим о таком удивительном явлении, как Бурлутское право или ЖКХ террор РФ. Это первая серия из шести. Значит, краткая предыстория, как это все начиналось в 2018 году. В сторону управляющей компании ООО КДС ВЖР, управляющая компания, если обратите внимание, в кавычках находится, было направлено 62 вопроса с истребованием всех документов, подтверждающих их полномочия. Как развивались события, смотрите вот в следующем видео. Буквально через два месяца начались репрессии против меня и всего моего окружения, пытки, электрошокер, пакеты на голову, незаконные задержания, не только меня и других. Тройное задержание без выхода на свободу 84 дня, из них незаконные удержания психушки 62 дня. Подробности в четырех видео. Что же это за бурлутское право-то такое, вы спросите? А вот я вам сейчас расскажу. Самая главная ключевая фигура во всем этом беспределе это бурлутский Игорь Викторович, так называемый судья, который вынес решение о незаконном помещении психушку на 62 дня с целью бессрочного принудительного лечения. То есть пожизненно. Так, немного о бурлутском. Предположительно отец его бурлутский Виктор Михайлович с 87 года председатель Аббатского районного суда, с 2000 года председатель Елуторского городского суда, с 2012 председатель Исецкого районного суда Тюменской области. Ссылка есть. Так, в отставке с 16 октября 2020 года. То есть я предполагаю, вот это у них какая-то семейная династия в Тюменской области. Дальше удалось выяснить, что сам бурлутский работал адвокатом в Тюменской области. В 2009 году Дума и ХМАУ назначен мировым судьей судебного участка номер 2 Октябрьского района. В 2012 году указом президента назначен судьей Сургутского городского суда. В 2018 году в квалификационной аттестации присвоен пятый квалификационный класс. То есть его там повысили. И буквально через три месяца бурлутский Игорь Викторович вынес незаконное решение о принудительном, бессрочном, пожизненном лечении психоневрологическом диспансере. Ну, можете посмотреть видео. Есть аудиозапись из заседания, из самой психушки, якобы выездного. Естественно, была подана апелляция. И буквально за две недели до рассмотрения апелляции у Бурлутского состояла встреча со студентами Сургутского института экономики и управления права. Чему он учил студентов, можно только предполагать. А 18 декабря 2016 года, через 62 дня после незаконного удержания психушки, незаконное решение Бурлутского и В. Отменено апелляционной окружной коллегии. Со слов адвоката, это был прецедент России. И впервые было отменено решение о принудительном лечении. Видеообзор апелляционного решения тоже есть. После чего Бурлутскому буквально через 2,5 месяца он становится победителем конкурса «Судья года». Единственный сайт, на котором неизвестен, где можно оставлять отзыв на деятельность судей, это вот www.sudierosia.rf. Можете перейти по ссылке и оставить свой отзыв Бурлутскому. Все его действия, я считаю, взаимосвязаны именно с теми действиями, которые происходили дальше. Ну вот конкретно в этом году. Двойное отключение от электричества без документов. При этом меня пытались опять сдать в психушку. Опять пытались что-то подлить в мочу. Ну то есть пытались сфабриковать какие-то дела опять непонятные. Чуть позже был подан иск о незаконном отключении от электричества ответчику ООО КДСЖР. Чуть позже на сайте суда была обнаружена запись о возврате искового заявления. Основание истцом не соблюден порядок урегулирования спора или не предоставлены документы об урегулировании. То есть они отказали на основании досудебного урегулирования. Хотя оно вообще законодательство не предусмотрено. И определение вот с такой формулировкой я до сих пор не видел. Данная запись есть на сайте суда, но в материалах дела определения отсутствует. Дальше. В изъявлении на ознакомление с материалами дела подана частная жалоба на решение Никитиной Лейлы Марсельевны. Именно она вынесла такое определение. Дальше. Судья Хмао Югры Антонов определил отменить определение Никитиной и направить исковое заявление в Сургутский суд с формулировкой «Заявление подписано собственноручно в виде написания имени, отчества и фамилии». То есть мне позже стало известно, что на самом деле Никитиной чуть позже даже, ну короче полный бородак, было вынесено определение, что типа заявление вообще не подписано. Тут одна формулировка, а позже она вынесла другое определение, что типа заявление вообще не подписано. Тоже есть об этом видео. Но суд Хмао увидел подпись. Получается у Никитиной либо со зрением что-то плохо. Исходя из этого определения следует, что у Никитиной вероятнее всего очень плохо со зрением. Я так предполагаю. Что он подпись даже не рассмотрел. Так, дальше повторно подан иск в Сургутский городской суд с разъяснениями, что такое подпись. Иск принят в производство Кем? Бурлуцкий и В. Совпадение? Не думаю. Так вот Бурлуцкий и В вынес решение о оставлении искового заявления без удовлетворения. То есть начал вставлять палки в колеса. В материалах дела обнаружено определение Никитиной от 17.02. То есть вот только сейчас она вынесла определение. А в возврате искового заявления с формулировкой заявления отсутствует подпись. Булгакова Н. То есть намного позже вы это вынесло. То есть все задам наперед. Так, далее. Бурлуцкий вынес решение о оставлении искового заявления без удовлетворения. Ну естественно не отклонили. О, у кого ДСВЖР там ликовало, наверное. Позже подана апелляционная жалоба на решение Бурлуцкого. Бурлуцкий оставил эту апелляционную жалобу без движения. Опять палки в колеса вставляет. Основание не указаны мотивы. Хотя мотивы все указаны. Поданы частные жалобы на его определение. Дальше Бурлуцкий оставляет без движения две частные жалобы на его же определение. То есть не дает ходу ни одному документу. Далее направлено дополнение к апелляционной жалобе. Определение до сих пор на 16 июля 2021 года не вынесено. То есть мы до сих пор не можем найти два определения, которые должны быть в материале дела. В общем две частные жалобы оставлены без движения. Все заявления оставляются без удовлетворения. Все определения выносятся формально с нарушениями норм права. Самые важные определения по почте не приходят. На электронный адрес высылают только малую часть. Ознакомление с материалами дела занимает от одной недели до трех месяцев. А по закону максимум три дня. То есть Бурлуцкий всячески выгораживает, я так считаю, именно вот эту управляющую компанию ООО КДСЖР. Дальше интересная история именно с самой управляющей компанией, в кавычках, естественно. То есть они не исполняют обязательства надлежащим образом. В общем, что было сделано? Было направлено заявление о надлежащем исполнении обязательств еще в мае. Курьером получено адресатом через три дня. Но, тем не менее, обязательства они до сих пор не выполнили. Дальше был видеопоход в ДСЖР за договором, который они обязаны направить. То есть они не направляют договор, мне пришлось самому сходить. Мне выкатили какие-то бумаги непонятные, похожие на договор. В общем-то, вместо подписи «фоксимильная закорючка» договор не прошит, нет приложений, нет ННН, нет ОГРН, нет паспортных данных директора Русина Алексея Александровича. В общем, видео об этом тоже есть. Еще одно заявление о надлежащем исполнении обязательств было направлено 14 июня. Статусу этого отправления адресат отказался от получения, высланное обратно отправителю. То есть они отказываются от переписки. Более того, у них офис сейчас закрыт, они вообще прекратили какое-либо общение. Но при этом касса работает в самом офисе. Чуть позже на канале Сургутнадзор 2 опубликованы 3 из 5 видео с разоблачением действий и бездействий якобы управляющей компанией УК Дезвежер. Называется «Бриллиантовая ЖКХ» или «Протокол общего обобрания». После чего буквально через 4 дня они снова приходят и отключают электричество без документов. На следующий день опять приходят, но когда мы вызвали полицейских, они все убежали. Забыли договориться с полицией? Вопрос. Тот же видео есть. Дальше, через 2 дня еще одно заявление о надлежащем исполнении обязательств. Получены адреса через 2 дня 17.55. Через 2 дня ищу одно заявление о надлежащем исполнении обязательств. То есть предоставьте бумаги, подтверждающие ваши полномочия вообще. Кто вы? Почему именно вам нужно платить? Зарегистрировано вживую под штемпель в самой УК Дезвежер с большим трудом, потому что они позакрывались, ничего не работает, все обмотано ленточками. Не обратите внимание на штемпель. Ни подписи, ни росписи, ни фамилии, ни имени, ни отчества, ничего нет. И более того, это ксерокопия с оригинала предоставлена только. В этот же день с утра заявление о надлежащем исполнении обязательства отправлено через ГИС ЖКХ, взятого работы только на следующий день. Но при этом они приходят в этот же день, в 15.00, и снова отключают от электричества, опять же, без документов, уже с охраной. Благодарство охране, что не вмешалось. Также была вызвана полиция, но вместо наряда через полтора часа приехал участковый. Видео тоже есть. Так, что в итоге? На сегодня, 16 июля 2021 года, до настоящего момента ООК Дезвежер не направило документы, заверенные надлежащим образом, и подтверждающие их полномочия, тем самым не исполнило свои обязательства по закону. То есть они не желают и не хотят, я такой делаю вывод, не желают и не хотят устанавливать право отношения. Но денежку при этом им надо платить. Они так считают. А что же у нас надзор? Все прокуратуры, МВД, Следственный комитет, в общем, во много мест жаловался, было направлено множество жалоб. В итоге у МВД города Сургут вынесло 6 абсолютно одинаковых постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Так, все остальные сообщения о беспределе, о совершенных преступлениях, игнорируются, либо пересылаются в жилнадзор города Сургут. А там уже провели формальную проверку. Об этом тоже есть видео. Ну, сейчас они вроде новую проверку затеяли. Посмотрим, чем это закончится. Напоминаю, что отзыв по Бурлузскому можно оставить на сайте судьяроссия.рф, перейдя по ссылке. В общем, вот такое Бурлузское право. То есть ООК ДСВЖР, я считаю, совершенно беспределит, не предъявляет никаких полномочий. Приходят какие-то неустановленные лица, по 5-6 человек, все в масках, отключают от электричества, в суд не подают, не предъявляют ни одного документа. А когда подаёшь суд о том, что происходит беспредел, и жаловишься в полицию, то все отникиваются и, я так предполагаю, встают на сторону ООК ДСВЖР. И всё это называется Бурлузское право. А дальше смотрим фактически нормативно-правовые доказательства всему, что я сказал. Почему? Потому что это очень важный вопрос. Это как раз надо гражданам разъяснять, в чём заключаются противоправные действия суда. Они у нас это, возомнили из себя каких-то, непонятно, какие-то особые органы, которые в конце концов, вместо соблюдения закона, просто об него ноги вытирают. Причём постоянно и везде, и на каждом шагу. Да, причём постоянно. Они возомнили из себя, чуть ли не равными богам. Только они забыли, что у нас сегодня, в настоящее время, в стране, значит, гарантировано равноправие. Это первое. Второе. В суде подчиняются независимы, но при этом подчиняются закону и Конституции Российской Федерации. Ещё раз. Вся независимость суда основана только на подчинении закону, и Конституции Российской Федерации. Если суд, судьи не подчиняются закону и Конституции Российской Федерации, это не суд и не судебная система, а это бандитская система. И вот нам сегодня демонстрирует то, как функционирует бандитская, мошенническая система, не судебная. Вот это, вот такие действия, нельзя признать законными, обоснованными. А теперь я мотивирую, почему я так думаю. Напомню, судебная система точно такая же, один из элементов государственной власти на территории страны. Граждане создают органы власти для того, чтобы организовывать функционирование государства на своей территории. Для чего? Для того, чтобы легче было разрешать многие вопросы спорные, вопросы между гражданами, между обществом и гражданами, между гражданами и государством. Что демонстрируют судьи при обращении, в данном случае у тебя же обращение в суд, сейчас посмотрим. Умники нашлись. Не предусмотрено. Так, это жалоба на действия должностных лиц Сургутского городского суда, они отклонили. Ну? Это я куда? Это я в Верховный суд, председателю суда ХМАУ, Кузнецову, главному федеральному инспектору по ХМАУ направил при президенте, представителе, полномочному представителю президента и в управление судебного департамента. И жалоба, вот твой образец, значит, на действия начальника отдела гражданского судопроизводства. Не хотят они сторожа воздавать. Теперь, что они тебе ответили? Давай посмотрим. Там картинки приложены. Порядок подачи суды в общий реликт электронный утвержденный приказом судебного департамента от 27 декабря. А главное, все остальное это приняли? Я штук 7 или 8 направил, только 2-х отклонили. А здесь что? Порядок подачи в форме электронного утвержденного приказа судебного не предусматривает подачу. в суд запросов предложений заявлений и жалоб в суд. Так вот уже в одном предложении только 2 ошибки. Не предусматривает подачу в суд запросов предложений заявлений и жалоб в суд. Че это? Два раза в суд подтвержденный приказом департамента 27 декабря 2016 года номер 251. Давай посмотрим. Ну. Или что там за... Не предусмотрен. А что не предусмотрено? А что не предусмотрено? А то запрещено, что ли? Губники нашлись. Так главный пункт не указан? На основании какого пункта? А, правильно. Он да... Правильно. Они... Это как раз приемчик. И людям-то и говорили перед вами подб***ь и исполнитель. Он должен тебе дать разъяснение все четко, ясно и понятно. А в данном случае вот как раз и речь идет о поганеньких приемах и не применяемых судебной системой. Вот тех людей, которые сегодня туда принимают на работу, они с ними не занимаются. Они не наводят порядок. Вот это называется издевательство над гражданином. Порядок подачи в федеральные суды документов в электронном виде в том числе не предусматривает подачу. Не предусматривает. Давай здесь смотрим. Глагол не предусматривает. Так вот, закон не обязан все предусматривать. Закон либо запрещает подачу в суд запросов, предложений, заявлений и жалоб. Есть запрет или нет? Еще раз, вопрос простой. Они говорят запросы, предложения, заявления, жалобы. Слово запрещено не найдено в этом приказе. А раз не найдено слово запрещено, значит, речь идет о ненадлежащем исполнении тем должностным лицом, которое вот это вот это здесь не слово. Тем отклонено, кстати? Не написано, никто не подписался. Ответственность никто не взял. Отлично. Вот и об этом тоже надо говорить. Персональная ответственность за действие где? Персональная ответственность за внесение вот этой записи где? Они много чего говорят. Много чего пишут. И вот открытую гадят. Почему? Потому что с кем ты должен связаться по этому вопросу? С кем? Даже не написано. Твои права нарушены на подачу процессуальных документов. с кем ты можешь связаться и потребовать? Ведь кто-то это написал. Не какое-то там, извини, безмозглое автоматическое существо. Кто-то внес конкретно фамилия и имя отчества в должность этого лица, да? И номер телесона. Да. Мы с вами с тобой раскрываем всю суть системы власти. Судебной власти. Первое. Отсутствует сведения об авторстве того лица, которое сюда внесло эти сведения. Второе. У тебя на глазах произведена подмена. Не значит не предусмотрено, а закон не обязан все предусматривать. закон и не может предусматривать все обстоятельства. Должно быть, если закон предусматривает и граничит, тогда должно быть указано запрещена подача в суд запросов предложений заявлений и жалоб. Такого запрета нет. И более того, этого запрета нет. Не только в этом приказе, а приказ кстати. Давайте-ка мы с тобой откроем этот приказ. А судебный департамент является ли судебный департамент законодателем? Нет. Судебный департамент не является законодателем. Какой-то генеральный директор судебного департамента какой-то генеральный директор определяет порядок. И у нас что, давай будем обращаться к генеральному директору, раз он подписал этот. Является ли отсутствие в этом документе указаний на предложение и жалобы запретом? Давай его сюда подключим. Более того, пусть разъясняют, а почему неувольтон на виде отсутствует сведения о том лице, которое внесло эту запись сюда? Я, извини, на свои налоги содержу вот эту погонь, которая вместо того, чтобы взаимодействовать со мной, берет и мою бумагу, выкидывает, не предусмотрено. А не пошел когда ты пошел? Причем подальше. Паран исполнитель. Мы с тобой являемся гражданами страны, которые во-первых, создают органы государственной власти на территории нашего с тобой государства, контролируют работу должностных лиц, органов государственной муниципальной власти. Более того, 59-й федеральный закон ведь никто не отменял. Судья обязан был направить свои обращения в том или ином виде тот орган, который уполномочен рассматривать эти заявления. И что мы с тобой видим? Подведем итог. Мы видим, что у нас в органах судебной власти работают невежды, неучи, а можно иногда и сказать более конкретно дураки. Надо спросить, ребят, уважаемый генеральный директор Гусев, вы кого набираете в органы судебной власти? Невеж, неучи, дураков? А нам зачем содержать на свои налоги невеж, неучи, дураков? Давай, пожалуйста, на свои налоги, на свои деньги и содержи. Пожалуйста, будь добра, считайся перед нами. На каком основании у тебя какой-то извините пишет официальный ответ мне, гражданину, страны, которая содержит тебя на свои налоги. Вот такую чушь пишет. Я, по-моему, ясно все рассказал. Нет? Да, ясно, да. Еще раз, по порядку. Авторство, бери о сведении об авторе вот этой фигне. Вот этой дури, которая здесь написана, а здесь написана откровенная дурь. Где автор? Вот я автор, я за каждый документ. Ты видел каждый документ? На каждой страничке подписываемся. За каждое слово они всем ответственны. А здесь что? Взял, нагадил, понимаешь, нагадил, ведь откровенно нагадил, и спрятался. За шуневный департамент. Ну, ты здесь с витринными мельницами мне, пожалуйста, повоюй. Помилю, имя, отчество, автора. Сюда. На основании чего он сюда внес? Ее документ, на основании которого внесена сюда запись. На основании чего не предусмотрено? Много чего там не предусмотрено? Приказами оно прикрывается. У него приказ почему-то отменяет нормы закона напридумывали и лезут сюда к нам в карман. Второе, сама формулировка безграмотная, подача в суд запрометов жалоб в суд. Что забыть? Что мог бы вообще через каждое суд запросов в суд, предложений в суд, заявлений в суд и жалоб в суд? Почему нельзя? Любим, любим. Кажется уже до конца, но не предусмотрен, не предусмотрен подачу в суд запросов в суд, предложений в суд, заявлений в суд и жалоб в суд. Это же было бы наверное очень здорово, красиво было бы написано. Давай запрос направим директору департамента. Генеральному директору. Да, генеральному директору. Какой-то генеральный директор, мне плевать какой-то генеральный директор. Генеральный директор вдруг ограничивает наши с тобой конституционные права. Но он кто такой? Кто он такой? какой-то генеральный директор Гусев. Я его знать не знаю и знать не хочу. Давай подготовим заброс, куда я направлю. А этот ролик надо обязательно людям показать. Надо сказать, извините, уважаемые участники, вот этот господин Гусев не способен создать дееспособную современную судебную систему. он не может наладить его работу. Он обязан оставить эту должность. Он не соответствует занимаемой должности. Только вот эта запись пусть разберется, кто это понаписал, на основании чего понаписал. И представит нам ответ, расскажет, кто это такой, и какие он меры принял к этому должностному лицу, который здесь сидит, глумится над нами. пристали и бы быстро бы навелись. Быстро нашли, кто это сделал. Так с долей бы, так мало не показалось бы, везде вот эту завчину забралась. Ну че там, как у тебя дела, скажи? Намана. Че, почитал определение Бурлузского? Что почитал? Ну че скажу? Когда их схватишь за руку, и у них единственное значит единственный прием не признавать совершение противоправных действий. Это очень хорошо, они учат нас не признавать совершение противоправных действий. Дело номер пять, Бурлузский, сейчас минуту, раскроем и посмотрим. Так, че там у нас с тобой? Том два, какая страничка? Том два, страница 26, 0,26. Угу, открываю. Ну вот она, вот она перед нами. Обязанность выявит, 20, то есть он установил, что было проведено судебное свидание, поступили заявления при общении до каких-то замечаний продозревает свой вариант отражения в катакорию пояснений вопросов, предположим, рассмотрев данное замечание, я пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения. Удовлетворение чего? замечаний, наверное. Замечаний удовлетворить или чего? Или оснований. Не, просто, знаешь, есть такой мультик там, что-то там посмотрела-посмотрела и решила не пускать. Просто решил не удовлетворять. На основании чего вообще не разъясняет. Здесь, еще раз, Антон, если мы чуть-чуть к любому относимся, твой протокол подробный, как он утверждает, полно, ясно и адекватно сказанное ему, но это он так делает, X протокола, изложен последователь, а в протоколе судебно-тражины все заявлены сторонами ходатайства, которые нашли полное разрешение судьей в соответствии и счастье с этим все существенные требования о дословном стенографическом восприятии гражданской не содержит. Отлично, отлично. Что означает давать? Почему он не исключил? Кто ему дал право интерпретировать? Ему права никто не давал, не наделял его протокол. То есть он таким образом уже доказывает свои противоправные действия. Что мы делаем? Должны замечания на неполноту и что там еще? Давайте откроем, посмотрим 229-ю статью. Он готов пойти на любые преступления, на допущенные в них неточности и на их неполноту. Правильно? Что означает слово полноту? Он говорит, нет требований? А что требований не написано? Мы же замечания на неполноту о дословном психонографическом воспроизведении. А кто тебе говорит, что о дословном психонографическом? У тебя понимаешь, смотри, идет о чем речь. У них стоит оборудование, которое помогает все это оформлять. в каком месте написано требование дословное стенографическое воспроизведение судебного избирательства? То есть, он не признает фактически факты не признает? Ну, он имеет в виду не обязательно дословно, можно в трех словах. Собрались, что-то там обсудили, разошлись. Все, достаточно. Вот смотри, сейчас речь идет о следующем. Мы с тобой обязаны подготовить апелляцию. Он у него изложен так, как ему надо, а не так, как было фактически. В данном случае речь идет о чем? Ведь протокол отражает то, что ты представил, точно отражает все действия судьи. В данном случае, если говорит мягко противоправное, а если говорит жестко преступные действия судьи, и судьи, и секретаря судебного заседания в соответствии здесь, если бы вот на все обжаловать некому. Вот сейчас смотри, вот ты сейчас видишь, что он творит. Господин Бурлутский, он оказывается, надо людям рассказывать, господин Бурлутский занимается фальсификацией доказательств, протокол доказательств является доказательством по гражданскому делу, и Бурлутский фальсифицировал протокол, правильно понимаешь? Ну, он как минимум один пункт 229-й статьи нарушил, он не указал наименование и номер дела. Где? Ну, в самом протоколе. Ну, он вообще две трети выкинул, в принципе, соответствовать не может. Вот как ты себе представляешь одну третью от человека, это что такое? Две ноги, что ли, и все? Вопрос здесь даже не в этом, Антон. То, что ты установил, он выкинул две трети протокола, это мы установили. Вопрос, а мотивы, по которым он все это выкинул, мотивы и ссылка на закон, который предоставляет ему право выкидывать из протокола сведения. То есть, он таким образом считает, он вправе вырезать то, что ему необходимо. Надо, может быть, запросом направить заявление. А с чего он взял такое право? Кто его надерет таким правом? Он должен действовать как? Объективно, беспристрастно, как сказано, так и списывать. в определении не нашли своего отражения сведения о мотивах, по которым он пришел к своему выводу. Сократить, как он определял, что существенное, и как он определял несущественное сведение. Мы должны знать, мы вправе знать, как судья Бурловицкий определял, вот он же пишет, соответствие, протокол должен содержать все существенные заведения, совершенные бельно-процессуальные действия. У нас он сократил в три раза. По каким принципам он это излагал? Мы вправе знать? Почему мы вправе знать? Мы должны четко понимать. Это он возомнил себя, что он такой супер-пупер умный. Мы в судебный процесс приходим точно так же и точно также вправе знать, каким образом осуществляется процесс, по какому принципу он исключает те или иные данные из протокола судебного заседания? По какому принципу? Вот ты можешь сказать? Я не могу. Они еще знаешь, какую хитрость сделали? Здесь какую? Ну, небольшую. Они у меня же два заседания было, то есть два протокола. Первый день 24 страницы протоколов, со второго 8. Так они протокол от второго заседания засунули первый том, то есть они, не знаю, они попытались перевесить, получается его протокол 11 страниц, а мой протокол от второго дня на 8 страниц, а протокол на 24 страниц они засунули в том номер 2. То есть задом наперед даже сделали. То есть протокол второго заседания идет вперед. Об этом тоже надо говорить людям, рассказывать, что перед вами чем отличается разбирательство судебное. Судебное разбирательство осуществляется в порядке установленным законом, то есть последовательно. А у них получается, что те документы, которые были исследованы ранее, они их подшивают в папку более поздним. Это действия направлены на то, чтобы запутать любого, кто приходит в судебное заседание. Перед нами профессиональные мошенники. Надо об этом говорить. Профессиональные мошенники. Верить этому суду нельзя. Вот главный наш посыл верить в суду, в котором осуществляют правосудие такие, как Буруцкий, иже с ним. Таким, как Кузнецов, нельзя. И главное, что мы должны гражданам говорить, вы обязаны заявлять им свое недоверие. Почему? Потому что именно вы содержите этих граждан на свои налоги. Именно вы платите им зарплату. А зачем нам содержать на свои налоги пи*** в мантии? Если им не нравится с нами разбираться, действовать в наших интересах, а это статья 18, она возлагает на них обязанность обеспечивать наши права и свободы. Вот, смотри, что есть. Давай проведем анализ. Ты представил, ты представил, не тебе представили, а ты представил полную версию судебного заседания, правильно? Есть вопрос, либо это не соответствует действительности, либо соответствует. А он теперь начинает рассказывать, что изложит соответствие с действительным порядком, то есть он хочет сказать, что ты наврал, что ли? Он принял решение, что ты наврал в этом протоколе? Слушай, ну тут явно этот служебный подлог, фальсификация этих документов. Да, про это мне надо говорить, надо обвинять его в подлоге. Совершил служебный подлог, надувая щеки рассказываешь, меня поставил, хочешь сказать, что вот этот документ у меня недостоверен, что ли? А то отговорка у него требования о дословном. У тебя оборудование стоит, тебе не надо ничего придумывать. у него оборудование стоит, которое фиксирует и печатает дословно все там, все, что сказано. Что еще нужно-то? Значит, кто специально где-то что-то делает? Более того, ты обрати внимание, как он говорит, то есть он тебе показывает, что он какой-то особый, что ли, этот Боровицкий-то. Давай задай вопрос, а ты что, а какой-то особый, что ли? Какие-то особые у тебя полномочия? не забывай, господин Боровицкий, ты действуешь в интересах, в том числе и моих интересах, мои права и свободы, а мое право и свобода заключается в получении правой и достоверной информации о судебном заседании, а ты не исказил. На основании чего ты исказил? Кто тебе дал право? А потом на основании искаженных он начинает принимать решения? Да? Как он говорит? А все заданные противодействующие вопросы, ответы на них? При чем тут это? Как? Требования дословно процессуальные законодательства не сомнение? А требования объективности? Отменили, что ли? Часть 2 статьи 12? Ну? Часть 2 статьи 12? Отменили, что ли, объективность-то? Мы же с тобой знаем, что у него нет никакой объективности, поэтому отводы мы и делали. Ну, давай, значит, ну что будем писать-то будем писать этому? Да я с удовольствием направь куда-нибудь это. Я могу по твоему шаблону подготовить требования разъяснения вот по этому определению, но он опять же завернет. Неважно. Готовлю? Неважно. Конечно. Неважно. Пусть он заворачивает. Есть определение без указания дела. А где дело-то? По какому делу это определение вынесено? А у него привычка такая, все, нету номера дела? А давай-ка напишем, напишем это в квалификационную. Мало того, что мало того, что это в суде это вместо осуществления правосудия мычание и бурение какое-то, ничего нараздельное. Так вы научите его хотя бы осуществлять правосудие надлежащим образом. Давай напишем предложение в квалификационную коллегию судей позаниматься с Бурлунским, а то он непонятно, что мычит и непонятно, что блеет в судебном процессе, непонятно, что он хочет сказать. А деньги за свое мычание и блеение получают в полном объеме. Так вы позанимайтесь с ним, чтобы он соответствовал должности-то. Давай готовим писать заявление в квалификационную коллегию судей и сказать это что это действительно какой-то в городе Сургуте он выносил определение? В каком колхозе его научили? Городу Сургуту? Кстати, в России два города Сургут. Тем более, в каком Сургуте он выносил определение? Он только указал Хантамансийского автономного округа. Почему? Он говорит по Сургуту. Ну да. А должность судья Сургутского городского суда. Но это не означает город Сургут. У него должно быть место вынесения определения. А две места вынесения определения в совещательной комнате. А комната совещательная имеет конкретный адрес. И что это не шуточки? Более того, судья не судья рассматривает определение, а Сургутский городской суд в составе судьи Сургутского городского суда. Вот как правильно. Это разъясните невеждию неучу. Что суд рассматривает определение, а не судья. Суд в составе. Ну это что этим дураком. Вот дурак на дураке сидит дураком погоняет. Их набрали там невеж неучи. Вот они здесь им молотят непонятно что. Мы собираем сведения о том как значит по негативном ведении дел судебной системой. Людям то надо рассказывать что извините у нас судебная система разболтана, расшатана и фактически закончила свое существование чтобы люди шли туда и думали что они попадают в храм правосудия. Они попадают в правовую помойку. они должны об этом знать. Мы должны об этом рассказывать. Люди то в большинстве не понимают этого. Эта информация это новая. Они приходят вот как ты приходишь в суд ты думаешь об одном а судья перед тобой и тебе покажут что судья действует в обход закона. тут сразу все становится на свои места. Вопрос это в судебном суде не так решаются как господин Буровутский тут пытается свое поганое представление о суднопроизводстве. Мне кажется я начал понимать почему они черные мантии носят. Почему игры? Нет у них я пришел к выводу что у них ложь и подлог заменили честь и совесть и у них по этому поводу траур у них радость просто я вчера видел КВН там обыгрывали ситуацию с прокурором с судьей так называемым и там судья вышел в белой мантии говорит у меня сегодня праздник белый халат с черной мантией это черная мантия почему черные дела творит значит смотри первое действие сделка это означает действие если читаем закон сделки между действием между юридическими и физическими лицами только в письменной форме это статья 161 гражданского кодекса российской федерации то есть любые действия любые предложения значит возражения жалобы значит договоры в общем любые действия только в письменной форме нет это все ясно ты мне скажи минутку нет не ясно Антон послушай внимательно вот эту вещь это значит смотри но при этом допускаются и как бы действия значит в устной форме какие-то соглашения еще что-либо единственное что при разрешении споров а у нас споры с юридическими лицами они постоянно идут да юридическое лицо не может и физическое лицо не может при разрешении этих споров ссылаться на свидетельские показания а представлять документы может поэтому еще раз как бы с одной стороны вроде бы как и в письменной форме но многие задают знаешь сейчас есть такая поговорка нет договора нет разговора да даже модная такая но 162 статья допускает допускает отсутствие договора в письменной форме допустимость ей многие пользуются вот эта которая скопилась судах она этой пользуется я для чего для того чтобы мы с тобой антон понимали как действуют наши противники не как мы действуем а как действуют наши противники поэтому вот сейчас ты письменно обратился в управляющую компанию ты не подтверждаешь что между тобой и управляющей компанией установлены правоотношения правильно берем вот этот прекрасный прекрасное решение которое я сидел вчера похохатал просто смех смех на палочке похохатал прямо с утра с первой страницы до последней сейчас вот эти четвертую тебе страницу открою ты тоже посмеешься вместе со мной порадуешься жизнью не знаю ты внимательно читал невнимательно вот давай я тебе показываю можно с тобой читать то умеем документы доводы истца то есть тебя о том что истец не имеет права взимать плату за жилищно-коммунальные подлежит отклонению он же сказал фразу крылатую мне все ее произносят мне постоянно по два звонка в сутки звонят и как минимум один из них говорит крылатую фразу бурлузскую вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения в квартире по адресу комсомольский как там любому лицу но он же сказал любому платить за электричество вот любому и заплати не сейчас тебе должен платить читай внимательно что ты здесь подлежат отклонению доводы истца о том что он не имеет права взимать плату за жилищно-коммунальные услуги он отклонил доводы что ты не имеешь ты имеешь право взимать плату за жилищно-коммунальные услуги в том числе за электроснабжение прочитай внимательно непонятно Вот тут вопрос. Либо это опечатка, либо он специально так делает. Нас не интересует он. Это его решение. Это же его решение, не твое решение. Конечно. Ты говоришь ему, да я не имею права взимать плату за жилищную команду в суде электроснабжения. Он тебе говорит, отклоняю, имеешь. Нет, дело в том, что я такого не говорил. У нас же есть протокол. Да какая разница, это же решение. Это же целый судья писал. Сейчас тебе, скажи, извиня, судья Боруцкий, твой лучший друг, сказал мне, что я имею право взимать плату за жилищно-коммунальные услуги электроснабжения. Все, ты для меня никто и звать. Я сам себя буду брать за эту плату. Сам себе буду платить. Почему нет-то? Ну, или как? Давай дальше двигаться. Он, походу, сам не читал свое решение. Да там у него, это, ***, который сидит там, пишет. Секретарша, наверное, писал. Вот у меня вопрос. Я вчера, надо готовить вот сейчас, да? Ну, естественно, вот этот мы с тобой читали, пункт 5. Пункт 1, части 5. Ты сопоставлял с теми нормами, которые указаны в законе. Мы с тобой в прошлый раз, по-моему, разбирали вот эту штуку. Да, то есть, другое, совершенно другая. Он переделывает нормы. Ну, хорошо. Вопрос-то заключается, заключен договор-то или нет? Где? В решение, указание, что договор заключен. На год или на пять лет, это вопрос десятый. Доказательство. Первое. Он же не указывает, что договор заключен. Ну, тем самым, он подтверждает, что он не заключен, что отсутствует. мы не знаем. Он не разобрался с этим вопросом. Он говорит, еще раз, норма права содержит глагол несовершенного вида. А, ты имеешь... Подожди, ты клонишь к тому, что он не разобрался в ситуации, не рассмотрел этот вопрос. Правильно? Конечно. Норму написал, тут же порядок-то какой. Норма написана, как она должна быть указана, исполнена она или не исполнена. К чему она прикреплена? Нету объекта, да? Ну, да. Норма, вот она есть не к объекту, а к субъекту. У вас два субъекта. Субъект истец, субъект-ответчик. Правильно? Она не прикреплена, это норма, к субъектам, к сторонам. Ну, я имею в виду объект в виде договора. Ну, правильно, объект, объект, но, понятно, это документ. Документ, который скрепляет указывает на установление права отношений, вот, последний урок я проводил. Установление это правоотношения, из чего проистекает? Ну, даже пусть в устной форме, где, что в устной форме договора управления заключен, предположен, кто, вот, видишь, нету, он говорит, что заключается, а должно быть судом установлено, что между участниками судебных разбирательств заключен договор управления. Я правильно, как бы, понятно объясняю? Ну, да, я понимаю, к чему ты клонишь, халатно отнесся к рассмотрению дела. Но вообще не рассмотрел. Дело-то в том, что этот-то вопрос основополагающий, основополагающий. Еще раз, если правоотношения установлены, договор заключен, он должен быть в материалах дела. Ты-то как будешь платить? Здесь-то речь идет о том, что они вот говорят, они приходят, они ссылаются на что? Вот он там пишет, они направили предупреждение. Вот смотри, как человек запутывает Бургутский, запутывает любого другого. Вот тебя запутывают тех граждан, которые приходят в суд. Первое. Установлены правоотношения, либо неустановлены правоотношения. Этот вопрос первый должен быть. Когда правоотношения установлены, тогда любое лицо, которое исполняет какие-то обязанности по договору, по закону, тогда все логично выкладывается. Первое. Установлены правоотношения, либо неустановлены. Если они установлены, как он говорит, так извините, вы установлены правоотношения, руководствуясь этим документом, направили тебе предупреждение. Правильно? А если правоотношения, то неустановлены. Ну, давай, я тебе предупреждение пошлю. Ты мне скажешь, Веть, пошел отсюда. Ты кто такой? Ну, правильно? Так же, как Матюшенко. Мы сегодня с тобой разговор начали. Кто такой Матюшенко? Неизвестно. Давай, я тебе пошлю. Вот у нас бойцы, которые вокруг меня бегают, без меня чай пьют. С чаем воюют. Вместо того, чтобы мне чай подтягивать, сами свои хохомотки запустили в стакан и попивают его, наглого ухмыляясь. Думают, что мне приятно наблюдать за их довольными рожами. Бардак. Бардак полный. Вообще. Вот приходится с этим мириться. А как? О, зазвенел. Слышно? О, зашевелился там. Гитлеровец вдруг. Вот. Смотри. Двигаемся дальше. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления, подожди минутку, прежде чем подать заявление о прекращении договора управления, нужно как минимум его заключить. Или я неправильно понимаю? Конечно. Вот тут мне, а с кем я тут недавно? вот я там направила заявление женщина какая-то мне написала. Виктор Андреевич, я направила заявление о расторжении договора управления. Я говорю, а вы с ними заключали договор управления? Нет. А как вы можете расторгнуть то, чего нет? с головушкой это все в порядке? Одно. То есть, смотри, получается, мы с тобой сейчас обсуждаем господина Бруцкая его решение. Не установив факт того, что договор заключен, он говорит, при отсутствии заявления о прекращении договора управления. Так у кого из нас с головушкой не все в порядке? У нас с тобой или у него? Откуда у тебя может быть появиться заявление о прекращении договора управления? Если с тобой договор управления не заключен, а этот вопрос не раскрыт. Слушай, мы с тобой давно поднимали тему по поводу счета. По идее, его надо закрыть. Направить им это требует закрытие расчетный счет. Ну, вопрос, а кто его открыл-то? По заявлению Ольги Ивановны. Ну, ты ведь не видел этого заявления и тебе документы не присылали, что по заявлению Ольги Ивановны открыт какой-то счет. Почему? Почему? В материалах дела он есть, это заявление. Чье заявление? Ольги Ивановны. Так, заявление Ольги Ивановны. А этот вопрос обсуждался или нет? На судебном, на заседании, да, обсуждался. Я говорю, она не имела права открывать от моего имени, потому что, он говорит, а вот же доверенность. А в решение почему не нашло своего отражения вот это все? А вот он специально это все спрятал. Более того, он сказал, вот доверенность, я говорю, а так вы почитайте внимательно доверенность, там это, я не уполномачивал открывать счета. Он прочитал, убедился, я говорю, и вообще, я говорю, при чем тут заявление это и доверенность, я говорю, я требую исключить эти материалы, эти документы из материала дела. Он устно сказал, что исключит, а по факту не исключил. То есть, они там до сих пор есть в материалах дела. А в протоколе ты отразил вот этот диалог? Конечно, у меня все написано. В своем, да. Он в своем протоколе оказал определение исключить? Нет. Вот, видишь, видишь, то есть, есть твой протокол, в котором указано, что он исключит, а здесь, а в своем протоколе он это не исключает. Почему? Потому что, как он может исключить, мы сразу, сразу все рушится у него. Но вопрос остается открытым. В данном случае ты правильно говоришь, что 83-я статья Гражданского кодекса, ты ей не поручал открывать лицевой счет. Она открыла, значит, она действовала в своих интересах. 183-я, применяй 183-ю. И эти все вопросы пусть управляющая компания предъявляет тому лицу, который открыл лицевой счет. Но вопрос, есть вопрос в другом. А они что, не читали доверенность что ли? Я уверен, что читали. Но он сделал вид, что он ее впервые видит, прочитал и удивился тоже. А зачем? Он ее впервые видит, удивился, что прочитал. Это кто видит? Бруцкий или этот? Бруцкий, Бруцкий. Бруцкий? Ну, я что, удивился, удивился. А что удивляться? Судье удивляться, но я вот сижу, так я вообще ничему не удивляюсь. Не, я, конечно, вот таким виршам, как он пишет, что здесь оказывается, что ты можешь прав, имеешь право взимать плату, ну, как бы, это, конечно, меня восхищает, я тоже хочу взимать плату. Давай я буду взимать плату. Не, он этим абзацом хотел сказать, что он поступает справедливо. Ну, справедлив же отклонить мои требования. Смотрите, какой я правильный. Он хочет сам взвать плату, я ему отказал. Это, Антон, суперсправедливо. Это суперсправедливо. Поэтому, вот так вот. Давай дальше. То есть, заявление о прекращении договора управления ты не можешь подать, как бы, и не мог подавать, потому что ты его не заключал. Первое. А, кто должен был заключить этот договор? У тебя, далее смотри, что он пишет. Да, вот этот вопрос тоже здесь раскроем. И все же, знаешь, все видимо, вот прямо перед глазами вся дуть. Вот, любое действие берешь, и видишь, любое. Ну, давай, вот этот вопрос рассмотрим. Видишь, выделил, да? Зведение о том, что собственники приняли решение об изменении способа управления или о выборе новой управляющей организации, естественно, суду не представил. Минутку. Есть-то вопрос в следующем. А, естественно, обязан был это представить эти? Ну, тут, по идее, действует презумпция невиновности. Это они должны доказывать, что я должен платить, а не я должен доказывать, что я не должен платить. Минутку, ты что-то здесь перепутал. Давай так, если не презумпция невиновности, есть совершенно о другом идет речь. Отрицание фактов не требует доказательств. Ты отрицаешь древняя римская формула отрицание фактов не требует доказательств. Со времен римского права действует эта формула. Ты отрицаешь факт какой? Факт принятия собственниками решения об изменении определения способа управления, о выборе управляющей организации. Правильно? Я же ему на беседе сказал про это, что отрицательные факты не доказываются. Он что-то такое ляпнул, что типа, ну это может в римском праве, а у нас типа... А у нас в бурлудском праве. Да, а у нас в бурлудском праве. Любой может платить любому за электричество. Видишь, колхоз есть колхоз. А у нас в колхозе вот здесь вот так вот будет. Моча мне штукнула, вот будет так. Так вот еще раз вопрос. он вынес определение о возложении на тебя обязанности представить доказательства того, что собственники приняли решение об изменении способа управления или о выборе новой управляющей организации. есть такое определение или нет? Нет, конечно, это был бы полнейший абсурд. Так вот, это не абсурд. Это называется недобросовестное осуществление правосудия. Почему? Потому что на судью возложена обязанность определить обстоятельства, имеющие значение для дела и указать в сторону, которая обязана доказать те или иные обстоятельства. если на тебя судья не возлагал эту обязанность, тогда он здесь и указывать об этом ничего не может. То есть заход-то он правильный сделал, преамбулу, а вот определение не вынесли. Нет, подожди минутку. Ну, якобы правильно. А давай разберемся, ты говоришь правильно. А в чем правильность заключается? Ну, в кавычках он хотел подвести к тому, что я ничего не предоставил. А дальше следующий шаг определение не вынес, чтобы кто-то прошел. Минутку, 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 давай будем разбираться. Многоквартирный дом, да, ты не знаешь, что могут делать даже напротив тебя могут что-то делать, создать протокол и что? Как ты можешь знать, какое было принятое решение, если тебя с ним не ознакомили? Как ты можешь вообще что-либо рассуждать? То есть он исходит из чего? ты должен все знать, что происходит по твоему. А откуда? Приведу тебе пример. УК ДСВЖР утверждает, что она управляет многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников. Правильно? она тебе направила это решение? Нет. А откуда ты тогда можешь знать о его существовании? Откуда? откуда? УК ДСВЖР Субтитры создавал DimaTorzok